Все, значит, у нас сегодня 3 августа, Укрпочта, приступайте. Здравствуйте, уважаемые ребята, коллеги, меня зовут Юля Павленко, я вас спросу, почему я сегодня здесь, что мы делаем для того, чтобы с вами больше и лучше общаться. Примерно 10 лет назад я случайно столкнулась с Укрпочтой, я была на стороне клиента, потом я работала на стороне комплектов, но все, 10 лет меня мотало по жизни вокруг Укрпочты. И в какой-то момент, когда началась серьезная перестройка самой организации, ребята, ну, директора, пригласили меня присоединиться в команду Укрпочты. По факту, я работала в свое время в Новой Почте, директором по маркетингу Новой Почты Интернешнл, сопровождала больших, крупных клиентов на импорт в Украину. Экспортом, по-честному, в Украине серьезно вообще надо заниматься только с прошлого года. То есть на фоне резкой девальвации у людей появился спрос на экспортные продукты. Я бы хотела с вами построить нашу беседу, сегодня наше видео, следующим пунктом. У меня есть две минуты, я хотела бы взять две минуты времени рассказать об общих изменениях Укрпочты, а потом мы рассмотрим пять, семь самых ключевых вопросов. Первый – три, второе – это сроки, трекинг, таможня, компенсация, когда появится личный кабинет. И самое последнее, но тоже очень важное, где есть его почта, чтобы вы получаете личный менеджер и что сделать, чтобы его получить. Принимается такая формулировка? Думаю, да. Хорошо, смотрите. Укрпочта всегда была государственная предприятие. 1 марта в этом году она прошла процесс полностью корпоратизации, она стала акционерным обществом. И это хорошо, потому что есть финансовый аудит и есть прозрачная политика. С этого 100% акции Укрпочты принадлежат все-таки государству, но по-другому отчитывается, идет управление предприятием по-другому. Это позволит привлечь инвестиции, продавать какую-то недвижимость, покупать новые контракты, новые компании. Но на самом деле все цивилизованные почты мира прошли этот процесс. И когда-то почта Германии была еще хуже в состоянии, чем мы. Это важно для понимания. Второй момент – как устроена международная доставка Укрпочты? Укрпочта является частью всемирного почтового союза. То есть у нас с вами, у нас есть 192 партнера национальных почт во всем мире, и мы покрываем сегодня 230 страны и территорий в разных уголках. Мы не доставляем только в оккупированные территории Абхазии, Приднестровья и другие сложные территории. Всемирный почтовый союз – это организация, которая существует с 1947 года, и у нее все регламенты четко прописаны. Поэтому все страны пользуются одними – IT-обменом, одними стандартными документами, одними правилами на компенсацию. То есть очень много больших плюсиков в этой чудной организации. Но есть и минус. Мы не можем в одностороннем порядке просто взять и поменять тариф в какую-то другую страну. И поэтому у нас по факту сегодня в Укрпочте сложилось два типа тарифов. Первый – стандартные тарифы, которые висят на сайте Укрпочты. Прокомментирую я теперь по ключевым продуктам, которые есть на территории Укрпочты, которые мы предоставляем на экспорт. У нас есть 8 продуктов, из них два самых популярных. Это мелкие пакеты и посылки. Мелкие пакеты – это отправления, когда-то в мире придуманные для электронной коммерции. Это относительно дешевый по сравнению с посылками сервис, который позволяет на салонное отправление с парами вложений в 2 кг. Он в большинстве случаев идет с трейтингом. Мы об этом поговорим сейчас. И компенсация этого отправления не больше, чем 30 СПЗ. В почтовом мире придумали такую валюту. Она часто встречается во всех документах. Один СПЗ – это примерно 37 гривен. Это курсы устанавливает национальный банк. То есть, у мелкого пакета максимальная компенсация может быть примерно 1100 гривен за вложение. То есть, 30 СПЗ, которые мы вам можем вернуть. И стоимость самой доставки. Второй момент – трекинг. Трекинг для мелких пакетов. По факту, мелкие пакеты во всем мире отдельно не трекались. Никогда это не был жесткий стандарт СПЗ. И страны между собой договаривались обмениваться двусторонними статусами по этой категории. И Укрпочта сегодня имеет по факту 68 стран, где мы получаем статус. Если вы часто пользуетесь Укрпочтой, только начинаете, вы заметили, что раньше у Укрпочты была такая история. Посылка вышла за пределы Украины, трекинг на сайте Укрпочты закончился. Нужно было искать какие-то сервисы-последники, либо непосредственно почту той страны, чтобы посмотреть, что происходит с вашим отправлением. В апреле месяце этого года мы наконец-то начали клеить трекинг. То есть на сайте Укрпочты можно было в разделе трекинг посмотреть путь посылки от момента сдачи, например, в Читомирской области, в Олегском районе, до момента вручения в Канаде в каком-то пункте. И этот трекинг мы клеили для отправления писем в ангероле мелких пакетов для 68 стран и посылки 162 страна. По факту, по посылкам мы закрываем весь цивилизованный мир. По мелким пакетам мы еще пока исключимых стран не отслеживаем Канаду, Австралию, Францию. Мы начали отслеживать Германию совсем недавно, и это очень классно, потому что, конечно, на сайте мы увидели этот трекинг. Из важного, если кому интересно, у вас есть обновленная арка трекинга, и мы можем его вам предоставить в пользование. Для того, чтобы вы получите новое арка трекинга, я вам оставлю после нашего скайп-чата, выложу в нашей группе заявку, которую нужно запомнить, прислать нам, и мы выдадим вам сгенерированные ключи, чтобы интересно по АПИ-каналу обмениваться суперпочтой трекингом. Для тех, кто, может быть, не все знают, что такое АПИ, это канал обмена информацией между двумя системой. Например, вашей учетной системой, вашей 1С и, например, системой Укрпочты. То есть вы устанавливаете, наши программисты пишут вам специальный код персонализированный, мы вам его отдаем, вы его себе посчитаете, и каждый раз, когда у вас идет новый запрос, ваша система обращается к нашей и в режиме реального времени получает статус обновления на вашем сайте. Это по АПИ-трекингу. По тарифу, возвращаемся к посылкам. У нас есть посылки простые и с соглашенной стоимостью. Разница в посылках, в тарифе и в компенсации. Посылки простые компенсируются 40 СПЗ плюс за каждый килограмм по 4,5 СПЗ. Если перевести в нормальные живые деньги, то это примерно 1500 гривен плюс 160 гривен за каждый килограмм вашего веса. Это простая посылка. Если у вас дорогой товар и люди обычно его страхуют, у нас этот формат называется посылка с соглашенной стоимостью. Это 0,5% от стоимости заявленной суммы. То есть, если вы оцениваете картину в 1000 долларов, мы можем принять на доставку. Вы заплатите 0,5% от суммы в гривне на тот момент, когда вы будете оставляться. То есть, если доллар, мы используем курс МБУ во всех наших операциях на текущий килограмм, на день совершения сделок. Из важного по оглашенной стоимости. У нас, то есть, очень многие из вас задают вопросы, как узнать максимальную сумму оглашенной стоимости в интернет-взятую страну. На самом деле, я не знаю, сейчас вам хочу показать эту штуку. Смотрите, у нас есть такой справочник. Вот такая большая книга, она печатная. Это арт типа научного союза по приему корреспонденции и посылок во все стороны мира. Укрпочта оцифровала эту печатную книгу. И она принимается один раз в четыре год. Вносится какие-то изменения на общем собрании всего почтового мира. И мы эту книгу оцифровали и сделали на сайте Укрпочты онлайн-сервис. Он называется «Список запрещенных товаров». На самом деле, это очень хорошая тема, потому что каждый из вас может зайти на онлайн-сервис на сайте Укрпочты, выбрать страну США или Канаду или Австралию. И вначале подтянется проект на близко на курс, то какие общие характеристики на эту страну. Если услуга оглашенной стоимости или нет оглашенной стоимости в этой стране. Например, в Британии не принимают посылки, это ее особенность. Дальше там написано, какое максимальное вложение по сумме может быть в каждую страну. Например, в США, вот просто самая популярная страна для вас, это максимальное вложение в посылку – 127 тысяч гривен. То есть достаточно прилично. И у нас был случай, вот я недавно тут работала простым оператором бюро рекламации, вводила ваши, может быть не ваши, заявы на розыск, и нашла заявление, в котором было 100 тысяч гривен, оценочная стоимость, пересылали товар из Украины в США, он потерялся под органами в США, в США, в США вернула 100 тысяч гривен, еще 6 тысяч за пересылку потребителю, который его отправил. То есть компенсация, она возможна, мы ее тоже детально сейчас раздаем. В этом церкви вы можете посмотреть, какое количество килограмм вы можете положить в страну, отправить в каждую страну. По хорошему счету, практически все цивилизованные страны мира принимают до 10 килограмм. Но есть некоторые страны, которые я называю немножечко лентяные страны. Например, Польша и Россия, они принимают только до 20 килограмм, не больше в одной посылке. Есть страны, которые могут принимать авторитные посылки. Например, Азербайджан принимает посылки до 50 килограмм. То есть у каждой страны есть своя специфика, и она описана в удобном сервисе, в котором вы можете перед каждой отправлением в группу из страны проверить, все ли вы правильно сделали, возможна ли эта доставка в тот регион. Потом, вторая часть этого сервиса заключается в том, что ниже вы видите продуктов и товаров, которые запрещены к перевозке в ту страну. Например, они там разбиты по группам товаров. Живи, например, животные, продукты питания, косметика, инвестиции, всякие группы таможенных товаров. Это очень удобный сервис, потому что сразу видите, что запрещено, либо что условно допущено к пересылке. Что такое условно допущено к пересылке? То есть другая страна, в той таможне, в той стране разрешает пересылку на ее территорию в посылках этого товара при определенных условиях. Например, пересылаем картину, как правило, на той стране могут попростить разрешение Министерства культуры той страны на ввоз этой картины, территории. Или, например, очень часто в США БАДы. Или в их раскладах БАДы запрещены. Там тоже этот пункт указа. То есть по каждому товару вы можете посмотреть определенную специфику. Из примера, который часто привожу на специфик мероприятиях, когда выступаю перед нашими клиентами, гостями, товары, продукты питания. По факту практически в любую страну можно переслать до 10 килограмм продуктов питания в упаковку производителя. И есть проблема. Некоторые страны не принимают. Например, в Чехии принимают всего лишь 1 килограмм шоколадных конфет. Все страны под 10 килограмм, а в Чехии 1 килограмм. То есть рекомендую перед отходом на Укрпочту. И еще, в принципе, там описан весь реглан почтового бизнеса. То есть все компании, которые работают в почтовой теме, пользуются этим справочником. Посмотреть, что куда можно... Ссылочку дадите нам. Очень нужная информация. Ссылочку, ссылочку на этот... Ссылочку, смотрите, мы можем поступить так. Я вот сейчас поговорю с вами, и потом по факту вам скину. А я потом, да. Или постом, лучше даже отдельным постом. Я думаю, чтобы она не провалилась никуда. Вот мне товарищи здесь как раз пишут. Про еду это, наверное, больше к меду будет относиться у нас, как обычно. А про то, что интересно нам, как всегда, жидкости, сыпучие вещества, косметические масла и так далее. То есть это такие вечно интересующиеся вопросы. И в первую очередь это Америка все-таки. Да. Там про Америку все хорошо написано. И поэтому... Вы меня видите? Да, я вижу. Все, отлично. Хорошо. Потому что я вам тут ссылку отправила в Фейсбуке. Да, вижу. Смотрите, я на сайте Укрпочты, прямо на главной странице Укрпочты, стоит иконка «Международное управление». И когда любой человек кликает на эту иконку, он проваливается в некий... Ну, как бы... Ну, то есть я постаралась за недавнее время собрать всю полезную информацию о международке в одном месте. И вот там есть закладка, называется «Описание». Описание всех форматов. То, как я его там... Ну, как бы... Компенсации, обложения, габариты, вес. Потом, ну, предоставление услуги официальной, на что мы высылаемся, либо не ссылаемся. Потом есть раздел трекинга. Вот то, что я вам рассказывала, там можно скачать весь список, все страны, где есть. Трекинг для посылок, 161 страна. И трекинг для мелких пакетов, бандеролей и писем. Это 68 стран. По поводу трекинга, я еще забыла сказать. Мы еще хотим добавить сентябрь, 161 стран. И среди этих стран будут там Польша, Франция, Италия. То есть такие хорошие страны, которые вы можете также пользоваться. По срокам. Смотрите, два наиболее сроки. Я не знаю, кто пользовался Укрпошкой за последние полгода. Могут заметить существенный прогресс в сроках в США. У нас иногда бывают проблемы с техническим логистикой. Смотрите, наша логистика, она устроена следующим образом. Мы покупаем услугу у пассажирских авиалиний. Из Украины и в Украину, к сожалению, практически не летают нормальные грузовые рейсы. Поэтому все переводится в пассажирские самолеты. Сейчас у нас есть пять контрактов. Это КММ, это МАУ, это Балтийские авиалинии, это Белорусские авиалинии. И одна еще большая чартерная компания. Мы проводим дополнительный тендер. И в этом году еще появятся либо Люфтганзе, либо Трецкие авиалинии. То есть мы их усилим в направлении США. Мы готовим к четвертому кварталу. И даже на этой неделе мы уже провели переговоры с МАУ, чтобы перегружаться на каком-то транзитном пункте в Европе, если в этом будет необходимость. Проблема выгрузки в США заключается в том, что у нас из страны только один самолет, и это только МАУ, и на него стоят в очередь все компании страны. Поэтому грузоподъемности этих самолетов часто не хватает. Мы ищем транзитный выгрузок. И что я хотела бы вам сказать из важного. То есть мы, кроме этого, когда у нас был в апреле месяц затык на территории США, аэропорт США, пущики в аэропорту США плохо работали и не вовремя размазали палеты с украинскими брусами. Ну, пострадали не только Украина и другие страны. Мы добились того, что у нас есть много контактов с США с аэропортом Нью-Йорка, и сейчас уже налажен мониторинг того, как они разгружают. То есть по факту мы мониторим уже и грузчиков в Нью-Йоркском аэропорту, потому что на самом деле США у нас плюсовые здравоохранные экспорты, и мы туда инвестируем много времени, чтобы отладить этот канал. И есть люди, которые с нами работают уже давно, экспортеры, заметили, что в последних месяц я выгрузила впервые в жизни, за последнее время, когда мы начали, то есть в апреле мы начали клеить трейтинги от момента сдачи до момента вручения в той стране. И мы начали оценивать сроки доставки не просто по тестовым посылкам. То есть раньше мы оценивали сроки доставки, мы брали 50, грубо говоря, трейтингов, и смотрели момент сдачи, момент получения, и в Excel специально обученный человек это считал. Теперь мы, это делает машинка, она делает следующим образом, она просто анализирует весь массив данных за период, который мы ей задаем. В частности, на сайте «Лукой почты», на той ссылке, которую вам скинула, висят трейтинги за май месяц. То есть мы за целый май месяц взяли в анализ, и, грубо говоря, мы там отправили 100 тысяч посылок. Мы 100 тысяч человек установлены. Если бы там в Батемалу было 5 посылок, то мы, к сожалению, замеряли только 5 посылок. То есть мы выбрали из 234 стран и территорий 100 стран, которые мы могли отъехать, потому что туда были грузопотоки достаточно значимые для анализов. И вы можете видеть среднефактические сроки пересылания. Почему говорю очень важный фактический срок? То есть мы так устроим почтовый бизнес в рамках Сибирного почтового союза, что другая страна не гарантирует какие-то жесткие сроки, если это обычный сет. То есть мы с вами, Укрпочта не поддерживают услугу какого-то Prime Express, который позволяет жестко регламентировать сроки. Но мы в этом ключе тоже еще будем работать. Я думаю, в 2018 году проходим реальный сервис по ускоренной доставке. Сейчас по факту мы с вами оперируем в условиях стандартной доставки. То есть другие страны, они говорят, что мы обрабатываем стандарты, но если, например, случится надо, канадская таможня почему-то плохо работает. И они уже официально извинялись перед нами и прислали нам письмо о том, что они реально не успевают обрабатывать их лузы с такой раз в стране, в том числе, что говорили. И мы на них повлиять в ключевом моменте можем только переговорным методом, либо их потом оштрафовать. Что мы делаем для того, чтобы сокращать сроки? То есть ключевые страны, мы просматриваем маршруты, оптимизируем их, и мы начали замерять эти сроки. Вот по мае месяце вы можете видеть эти сроки, и они на самом деле хорошие. В средний фактический срок, который вы увидите на сайте, по США, если я не ошибаюсь, стоит сейчас посылки 11 дней и письменная корреспонденция с пакетами 10 дней. В эти сроки входит завод любой точки Украины, таможенное оформление, авиаперелет, таможенное оформление в США и наставка в любую точку США. Это средние сроки. Понятно, что если ваша посылка летит в Аляску, она будет больше 20, чем она летит в Нью-Йорк. И объективно из-за реакции наших потребителей мы видим, что есть посылки, есть сроки, там 6-7 дней, иногда в Нью-Йорк доход отправления через дуготочку и почту США. Хотела бы прокомментировать ситуацию, связанную с вирусом. Мне кажется, всем будет актуальна эта информация. Вы знаете, что мы, как и многие другие украинские компании, серьезно подавали этот вирус на этапе. И одним из сервисов, который больше всего был поврежден, это программное обеспечение на центральном таможенном пункте Украины. В Киеве, на главных воротах страны Борисполя. И по факту, последний месяц у нас для части отправлений была такая серая зона, мы не предоставляли все треки и стапусы. То есть, я вам честно скажу, мы останавливались только в день атаки, на полдня, и то нам таможня принудительно отключила все сервисы идти до восстановления хоть какой-то ситуации. Когда мы поняли, что это программное обеспечение нарушено, мы перешли в ручной режим работы. То есть, наши сотрудники достали старые форматы журналов, как когда-то было еще в старые времена, и приписывают в марте эти посылки. И по факту, то есть, мы отправляем, но мы отправляем из-за этого вируса немножечко медленнее, чем мы обычно это делаем. Есть небольшое количество случаев, у которых была значимая задержка обработки на сортировочном центре, на таможенной очистке. Мы за эти случаи, там, людей, которым были виноваты, уже проводим с ними работу, их наказываем. Сейчас на данный момент, у нас каждый день проходит 15-ти минутка по поводу возобновления работы IT на сортировке на таможне, по оперативные данные. По факту, у нас вставали не больше двух дней для 80% груза. То есть, мы практически стабилизировали. И наша IT говорит, и наша операционная часть, директор операционной говорит, что мы стабилизируем, например, 10 августа, мы перейдем к нормальному режиму обработки уже всех отправлений. Поэтому я предполагаю, что во 2-й августа мы будем показывать такие же сроки доставки, как мы показывали это в мае и в июне до атаки. Это по срокам. Так, смотрите, тут у меня тоже были вопросы, у меня код Моргин. Что из важного по таможне? У нас так устроено таможенное законодательство Украины, очень интересно. Любой предмет, даже этот сломастер, может пересечь границу с Украиной, прямая гидами таморды. Это почтовая таможня, это таможня экспресс-формата, это грузовая таможня-карта. У всех трех форматов есть свои особенности. И самая простая с точки зрения таможенных поформлений, это почтовый канал. Потому что с любого из 11700 отделений вы можете отправить международную посылку в эти все 234 страны и территории. Используем стандартизированный почтовый бланк. Он называется ЦН-23 и ЦН-22, вы их прекрасно знаете. Если отправитель физлицо... Ну, давайте рассмотрим два объекта. Первый. Это выход из Украины и приход в страну. Выход из Украины для физлица. Если отправитель физлицо, ему повезло, у нас шикарные условия. Физлицо может отправить в одном отправлении до 10 тысяч евро. Это означает, что он может отправить это в одном отправлении до 10 тысяч евро товара. Либо же он может отправить много товаров, но суммарная стоимость его до 10 тысяч евро. Таможня ведет некий свой учет, кто сколько чего отправляет. Я не могу сказать, что он идеален, но он есть. Если мы говорим про юргизм, я евангелист, чтобы юрлицы больше и больше приходили в B2C формат торговли. И по данным всех международных организаций, это 4% сегодня в мире является трансграничной. А к 2020 году было каждое третье. Так вот, по B2C формату. Если юрлицо в Украине хочет отправлять любую точку мира по факту, у него есть две прекрасные возможности. Он может через свой личный сайт отправлять и может через маркетплейс. Почему разъединяем эти отличия? И хотел бы вам поговорить. Вы работаете все больше с маркетплейсами. И если это юрлицо, то ему нужно обязательно прикладывать инвойс к посылке. Заполнять. Там можно демонстрировать цену. И после чего информу инвойса к этой посылке, которая имеет определенные характеристики. Документ. А он, по-моему, в 16-м, в середине 16-го был принят документ, который присваивает инвойсу статус заводичнеэкономичного контракта. И по факту никакой любой валютный контроль вам не страшен. То есть, получается, у юрлиц есть отправление лимит до 150 евро. То можно отправлять с вот этим цен 23, цен 22 без проблем. Если начинается 150 евро, дополнительно к почтовому декларации, и любой сумма товар, нужно приложить еще грузовую таможенную декларацию, которая, как правило, заполняется либо с брокером, либо компания открывает на себя статус, аккредитовывается на таможении. Аккредитация походит достаточно легко. Стоит там 800 гривен, занимает заполнить аккету, три дня подождать и получить аккредитацию. После этого сотрудник, уполномоченный этой компанией, получает право в доступе в возможные системы и может самостоятельно декларировать грузы. Он формирует таможенные грузовые декларации. Как правило, системные экспортеры берут функцию возможного культуры, подбирают когда товаров, после этого уже самостоятельно работают. Смотрите, у почтового формата настолько легкое оформление в таможне, что лет примерно 5 тому назад по хорошему подчету позиция таможенного брокера в Украпочте была ликвидирована за ненадобность. Но это, конечно, смешно, просто когда мы начали реформировать и в том числе и международный бизнес, мы поняли, что таможенный брокер все-таки он необходим, чтобы он был в штате Украпочты. И мы взяли хорошего специалиста. Раньше этот специалист работал в компании ТМТ более 7 лет. То есть человек в Кемпе, он понимает, как оформлять почтовые и экспресс-грузы. И если вам нужна консультация с точки зрения, как подобрать код товара, как это правильно организовать, таможенный брокер совершенно бесплатно может быть у Украпочты проконсультировать. Чтобы заказать консультацию таможенного брокера, достаточно позвонить на горячую линию Украпочты. Ее номер можно записать 0800-300-545. Главное, ничего не переводит в конце. Вы звоните на горячую линию и говорите, ну, мне нужна там консультация таможенного брокера. И наш оператор берет вас на таможенный брокер, через полчаса, час, выходит с вами в связь в рабочие часы и вас консультирует. По поводу горячей линии. Горячая линия прекрасно, ну, вот, чуть-чуть отклонение в сторону. То есть мы начали принимать ребят в центр, они очень быстро реагируют и отвечают хорошо. То есть сейчас у нас уровень дозвона примерно на, ну, как бы, 80% принимается за 20 секунд. Расконтенсивно без воздуха от них до 10 вечера с 8 часов утра. То есть им можно позвонить и задать практически любой вопрос. Если вдруг ребята в контр-центре не будут знать ответ на этот вопрос, то, поверьте, через 2-3 часа этот вопрос придет ко мне, я пойду в руку. Если я не буду знать, то я найду тех людей, кто будет знать ответ на этот вопрос и мы вам отдадим любую консультацию к этому вопросу. Если это в наших возможностях. Ну, звоните в центр, ребята стараются, они очень хорошие. Точно, также это касается службы поддержки и упрпочты в Facebook. Мы набрали хороших молодых ребят, которые достаточно четко отвечают на вопросы. Там, где их могут помочь, они консультируют, либо обращаются ко мне и мы дальше уже с вами выходим на связь и помогаем вам в каких-то взятом случае. По таможне. То есть можно заказать эту консультацию, то есть на экспорт мы с вами рассмотрели. кризислицо до 10 тысяч евро, юрлицо до 150 евро. Есть проблем, кризислицо до 150 евро. Начинается вопрос. Вопрос, связанный с... Смотрите, нужно вспомнить, для юрлиц, я просто не знаю, все ли работают над юрлиц, но проговорил этот важный момент обновлено. Есть такое слово валютный контроль, он достаточно страшный, и юридические компании его в принципе как бы не сильно любят. Юрлица компании. И если мы говорим про библиц, то по хорошему счету, когда наступает этот валютный контроль, когда вы формируете в ступе сети евро эту грузовую таможенную декларацию, то таможня каждый день передает Национальному банку Украине пеестр всех грузовых деклараций. После этого НБУ выкладывает в доступ всем банкам информацию о их транзакциях. И у каждого банка есть у них валютного контроля, которые заходят утром и смотришь, за вчерашние сутки у них было там их клиентам столько валютных операций таможенных. Потом они получают эти данные связанные со центральной с нами клиентами и говорят ребята у вас была такая подгрузка пожалуйста предоставьте документы чтобы закрыть эту операцию. Операцию если люди пользуются B2C форматом и могут использовать например какой-то онлайн сервис например приват который конвертирует 200 валют авторизации и могут использовать на своем личном сайте либо на своем интерфейте сервис они берут распечатку всех транзакций прикладывают почтовые бланки CN23 пропечатанные календарным штемпелем на когда вы сдаете это управление и для вас валютный контроль закрыт. Если это была постоплата то есть это был случай предоплата если это была постоплата то тогда вы просто приносите в течение 180 календарных дней данные по закрытию этой сделки. По факту не так тракшно как нам кажется поэтому если вы ее в лицо можете работать абсолютно нормально с почтовыми документами и по почтовой декларации закрывать валютный контроль. Возвращаемся назад то есть мы получили отправить посылку она вылетела из территории Украины таможня ее не остановила смотрите у нас достаточно маленький процент остановок таможен физически посылки проходят следующий таможенный контроль они приезжают на сортировочный таможенный полк проходят физический контроль через рентген аппарат все посылки проезжают в рентген аппарат и после этого они проходят радиолог у нас есть радиолог который замеряет количество радиоизлучений также у нас есть специалисты которые там смотрят если это бисутерия то это генолог если это категорики связанные с ветеринарным контролем это специальный специалист их таможенная служба приглашает при необходимости на дополнительную оценку вашего вложения вы возите какие-то бриллианты почтовых посылок есть собачка специально обученная которая тоже ищет наркотики всякие разные другие запрещенные товары для пересылки вот так работает таможенный контроль если ваша посылка прошла территорию Украины и она была не восстановлена на таможне то есть ваша посылка долетела до страны назначения там дальше начинается похожий таможенный контроль то есть страны назначения если посылка выпущена с таможенного контроля дальше она идет на вопрос и она доставка Денис может быть у нас по таможне есть вопросы еще дополнительно ну пока вопросы мы знаете как у нас формат сначала вы рассказываете а потом задают вопросы. Я считаю, да, пускай просто запишут себе, чтобы они у нас не провалились и постепенно будем добавлять. Хорошо, смотрите, по поводу почтового формата, ну вот смотрите, я считаю, что у почтового формата есть несколько преимуществ для отгрузки. Есть беспошлиный лимит на ввоз в другие страны, то есть практически все нормальные цивилизованные страны мира сказали, ребят, посылки до какого-то лимита есть беспошлиный ввоз. Например, ну вы знаете, в США работаете, чтобы в США было 200 долларов, в прошлом, более чем год тому назад стало 800 долларов. То есть на 800 долларов в почтовой посылке любой ваш резидент США, заказчик, может получить на территории США отправление до 800 долларов, при этом не заплатить ни инвес, ни пошли. Потом следующий уровень на США идет там 2,5 тысячи долларов, это предполагает только пошлину, только налог, ПДВ. И потом уже после 2,5 начисляется пошлина, если я не путаю один со вторым налогом. То есть соответственно, почитанные отправления идут до 800 долларов, поэтому пересылая в почтовый формат, у вас нет никаких проблем, связанных с растаможкой на той стороне в США. Хорошие лимиты есть еще у Артии, у Казахстана по 1000 евро, у, например, Молдова там 300 евро. И очень низкие лимиты у стран Европейского Союза. То есть те, кто пересылает в Европу, это 22 евро, включая стоимость доставки. То есть соответственно, очень крайне низкий лимит. Что происходит с потребителем, когда его заставляют, ну когда вы перешегнули этот лимит? Потребитель рассказывает только о реализованной территории Украины. То есть если вы перешегнули лимит, который в Украине, в Украине лимит 150 евро, ваша посылка по упрощенному почтовому каналу рассматривается по таможенному инспектору. Инспектор вычисляет пошлину на эту посылку и клеит специальный вернуть на посылку, что при вручении нужно получить какую-то сумму денег на имя таможенной службы Украины. То есть эту посылку на территорию Украины никто не останавливает. Она едет до конечного пункта передачи, отделения связи. Потребитель приезжает посылку, оператор связи говорит, здравствуйте, заплатите 100 рублей, до свидания. Все, одна минута времени, вы оплатили все таможенные сборы, и у вас нет вопросов. Если у вас есть вопросы, связанные с рациональностью, или, например, правомерностью начисления той или иной суммы денег таможенным инспекторам, вы можете обратиться в таможенную службу. Все телефоны таможенных служб украинских на сайте Украины по той ссылке, которую вам вы ссылала, и с ними уже дополнительно приложите документы, подтверждающие стоимости. Это та ситуация, которая происходит на либах в Украину. Такие же бизнес-модели, вот такой же подход действует и в других странах мира. У каждого просто есть своя специфика. У кого-то вот точно такая же выдача на отделении, и оплата на отделение этих кошек. У кого-то электронный инвестор, например, груз, электронная, очень хорошая система работает. Потребитель заказывает безмерное количество себе заказов со всего мира, и в конец месяца ему на электронную почту, которая у него официально зарегистрирована, ходит письмо от таможенной службы. «Здравствуйте, вы в этом месяце заказали пять посылок, вы перебрали лимит на столько-то денег, пожалуйста, оплатите какие-то таможенные пошли». К этому таможенному сервису привязываю банк поцель, по факту запрашиваю списание этой суммы денег. То есть вот такая хорошая, ну, то есть у многих стран, большинство цивилизованных стран мира приходят к такой системе списания почты на посылку. Поэтому, смотрите, на сайте Укрпочты буквально через неделю-две мы готовим сейчас такой общий справочник, в какую страну какие лимиты действуют. И оно также будет доступно общему пользованию, поэтому вы сможете посмотреть, какие есть лимиты и ограничения по пересылке в ту или иную страну с точки зрения оплаты таможенных пошли. То есть, повторюсь, с точки зрения оплаты таможенных пошли. Вы смотрите в списке запрещенных товаров. И дополнительно вот мы предоставим вам информацию по растаможнику. Потому что вы должны вашего потребителя по факту предупредить, что он получает товар, который стоит больше, чем какая-то сумма денег. Иногда ваши потребители занижают стоимость и ставят как подарок. Такие случаи тоже возможны, но гарантировать, что у таможенной службы в той стране назначения не будет вопросов к вашему отправлению, у Укрпочты не имеет возможности и права. Ну, эти посылки выходят в Украине без проблем. Только на той стороне уже есть какие-то там дополнительные вопросы. По поводу, что происходит, если отправление, например, задержалось на украинской стороне таможни. Если, ну тут все грузы делятся на две категории. Те, которые не пересылали какие-то запрещенные товары. То есть, если таможня Украины задержала вашу отправление, и служба безопасности Украины не имеет к вам никакой претензии, это хорошо. То есть, вы не пересылаете какие-то супер запрещенные грузы. Просто мы работаем в очень плотности службы безопасности Украины. И у нас те, кто пересылает контрабанду, они их очень часто и в последнее время более часто начали выявлять. И им уже служба безопасности Украины имеет какие-то там свои вопросы и решает открывать какие-то расследования дальнейшие, либо не открывать. Мы все передаем эти линии эстреям. Таможенные пункты работают абсолютно четко с службой безопасности Украины. Если ваш груз просто был остановлен по какой-то другой причине, но служба безопасности Украины не имеет к вам никаких вопросов, ваш груз позвучает на отделение, с которого вы отправляли, и вы имеете возможность компенсировать стоимость международной отбывки. То есть мы, по факту, вы пишете заявление, в основном, на главпочтам своего города, потому что достаточно сложное заявление, и на каждом отделении операторы физически боятся принимать эти заявления на главпочтам. И дальше мы можем получить компенсацию за вычет. То есть мы заберем какой-то сервис, который каталась посылка по территории Украины, но не возьмем международную часть. Поэтому с точки зрения вот таких маленьких деталей, работать с Укрпочтой достаточно легко, потому что очень четкие и понятные практики. И это важно. Смотрите, мы можем еще сделать такие сервисы, которые идут как переадресация. У экспортеров иногда, особенно те, кто торгует хендмейдом, покупают все общие кусты. Питер заказал на один адрес, а потом передумывается, что на другой адрес. Некоторые страны мира позволяют переадресацию, некоторые не разрешают переадресацию. Чтобы понять, если у вас случилась такая ситуация, то нужно переадресовать эту посылку, звоните на горячую линию оперативной Укрпочтой, они вам расскажут, какую страну можно, какую нельзя. Вы бежите на отделение Укрпочтой, пишите заявление. Просто мы не можем просто по телефонному звонку переадресовать вашу посылку, потому что по факту мы должны ввести изменения в адреса отправителя и получателя. И, соответственно, нам нужно какое-то письменное уведомление, что вы, это ваш купольник, вы отправитель, мы делаем переадресацию. Вы пишете заявление на отделение, это отделение достаточно быстро передается в центральную службу рекламации, которая занимается переадресацией, в том числе, и мы сообщаем той стране назначение, что нужно переадресовать эту посылку. Такое заявление, оно платное, оно стоит 2 доллара за его оформление и принятие этой услуги. Так, о таможниках, ну, наверное, все уже рассказала. О компенсации. Уже говорила, что мелкие пакеты – это 30 СПЗ за максимальное вложение, ну, то есть, больше 30 СПЗ не бывает, и пересылка, и за посылку 40 СПЗ, либо если это с оценочной стоимостью, то вся сумма оценочной стоимости. По поводу личного кабинета и всяких разных вот таких айтищиков. Ну, по хорошему счету, Укрпочта последние 10 лет она проспала рынок Японекса. То есть, она ничего не делала для того, чтобы делать айти-решение для Японекса. И сейчас приход андреорсов это упущенное. Если вы знаете, уже личный кабинет для Укрпочта Экспресс – это локальный сервис доставки, он работает уже несколько месяцев, третий месяц пошел, и следующий этап – мы будем добавлять в этот кабинет возможность международной доставки, то есть, личный кабинет-экспортера. Примерно это счастье наступит в сентябре, я так думаю, к концу сентября или вот в этот период времени. Мы дадим вам возможность в личном кабинете оформить все документы. То есть, для вас вы заполняете один интерфейс, вводите все данные, для вас формируется реестр, в котором вы получите одну или больше, чем одну посылку. Формируется специальный реестр, по которому вы сдаете. Вы вводите массу из страны, система автоматически подсчитывает вам тариф, выводит его из доллара в гривни. То есть, очень важный момент. Наш тариф, он указан в долларах. Он, ну, у нас, грубо говоря, стабильный тариф. В последний раз тариф менялся 4 года назад, и 2 года назад мы понизили стоимость на ряд стран. Мы к этому сейчас еще вернемся. То есть, вы формируете этот некий реестр, и из этого реестра самостоятельно формируются таможенные регуляции. То есть, толку образца CN-22 и CN-23. Что это означает? Что вам не нужно заполнять 4 копии CN-23, которые нужно приклеить к посылке. Оно автоматом уже формируется. Вы выбираете формат вашей отгрузки, это посылка, либо мелкий пакет, и система понимает, что вы, ну, какой бланк вам подобрать, вы его отпечатаете. В рамках этого личного кабинета будет присылываться уникальный штрих-код. А вы знаете, что он карточек, он 13-значный. По этому штрих-коду вы сможете отслеживать весь путь посылки. В те страны, где это отслеживание предусмотрено. И, приходя на отделение к окошечке, вы получите приоритетное обслуживание. То есть, если вы сформировали все документы дома, то есть вы подходите к окошку и говорите, вот, у меня все готово, пожалуйста, поверьте. Из важного, на отделении вам все равно придется пройти процедуру первосвеса посылки, даже если вы дома ее взвешивали, ну, мы должны четко принять по тому весу. Тут вопрос даже не столько там в мошенничестве наших предмителей, сколько в моменте того, что мы несем ответственность, вот у нас фиксируется вес четкий, если 100 грамм не будет веса, то кто-то, ну, то есть, может, это будет поводом для начала розыска посылки, компенсации, всяких разных вещей, поэтому вес для нас фиксировать дно и проверять его очень важно. И важный момент у нас, человек проекает правильно ли вы все задумки, если вы, не дай бог, сделали какую-то ошибку, он заходит в систему, наш оператор с такой библиоткой почты, вносит корректировки, при вас распечатывает этот слейб, клеит на упаковку. Если у вас дома принтера, то вы просто тоже так же само формируете это уникальный штрих-код, записываете себе штрих-код, называете штрих-код, оператор печатает. За пользование, то есть, личный кабинет, нужно уничтожить на очереди на отделение. Смотрите, мы, на самом деле, отдаем себе отчет, что отделение Укрпочты это не идеальное место, что есть очень много проблем. На самом деле, операторы на отделе книги уходят вся два услуга. Отправка посылок, это только один вид услуг. То есть, посылок и почты это только одна услуга. Еще есть 51-я другая услуга. Поэтому есть очереди, есть разные линии, разные предыдущие. За то, что вы будете пользоваться личным кабинетом, у вас будет предоставлена определенная скидка от тарифа. То есть, я не знаю, сколько это будет сейчас, мы берем, собираем тариф, но вообще, это будет какой-то приятный бонус. Мы хотим максимально людей убрать из отделения, чтобы они делали все дистанционно и не только приходили и улыбались нашим операторам. Одну штуку, которую мы уже реализовали в Киеву, она, к сожалению, не будет касаться международки на данном этапе развития предприятий и Украины. Мы сделали предмет, как перекатило, флэтрейд, это смартбокс, мы его назвали смартбокс. Что это такое? Это предоплаченные коробки. То есть, человек позвонил на контакт-центр, ему привезли эти пробки в разложенном виде, их нужно собрать, и он заплатил за это 270 гривен, то есть, 27 гривен за коробку. Но это необычная коробка, то есть, за нее тариф на пересылку в нее уже включен. То есть, вы купили коробку, которую больше за нее ничего не нужно платить. Все, что влезло в эту коробку, вы можете переслать в любую точку Украины, кроме удаленных сел. Соответственно, мы хотим, чтобы в публичном кабинете на эту коробку сформировали ярлык, приклеили, купили эти удаленные коробки, и когда пришли в Укрпочту, вы просто отдали оператору руки, он просканировал, не взвешивал, не проявлял, не перепокуивал, просто у вас ее забрал. В идеальном случае мы сделаем такие, как я, наш операционный директор говорит, мусоропроводы, где вы сможете оставлять эти посылки, то есть, они будут работать только на подпись, там социальный сканер, вы сканируете посылку, дальше посылку храните. Такую услугу можно купить только сейчас пока покинем, и она в пилоте работает. Будем масштабировать со временем на другие города. Парри, да, получается, если вы умеете работать с API, то у нас есть API не только трекинга, а есть еще API так называемого личного кабинета. То есть, мы готовы предоставить вам возможность формировать удаленно в вашей системе наши сопроводительные документы и подсчитывать тариф. Если бы вы работали только с личным веб-сайтом, для кого это интересно? Тех, у кого есть свой личный интернет-магазин. Вы получаете это API, с формированными ключами аутентичника укропочкой, формируете связь между системой, и ваш потребитель заходит на сайт, выбирает копточку, связка работает таким образом, что ваша исчетная система понимает, что это 300 грамм, подтягивается вес с вашей системы, и с нашей системы подтягивается на 300 грамм стоимость тарифа, и дальше формируется уже финальный тариф и лейбл, которым можно приклеить. API на международную доставку работает уже медиастиром с первыми клиентами. Если кому интересно, пожалуйста, пришитесь ко мне, я всем выдам заявки, спормируем вам ключи, и будем вместе подделывать этот API. По поводу личного менеджера, по факту мы сейчас переходим к тому, что мы хотели достаточно регулярно из спортеров знать лицо. Поэтому у нас есть два типа менеджера. У нас есть территориальные менеджеры для так называемого розничного бизнеса, и если вы часто отправляетесь в какого-то отделения, то можете ко мне обратиться, я вас познакомлю с менеджером на вашем городе, на вашем отделении, который будет вашим человеком в укропочке, если у вас тэпбокс существует такая проблема, то вы к нему обращаетесь, и он помогает вам ее решать по более ушкоренным методам. Если вы заключаете, либо же вы можете стать нашим корпоративным клиентом, заключить с услугами, и тогда у вас еще больше плюшек. Что я называю плюшками? То есть мы все взрослые люди понимаем, что тариф формирует основные важные вещи. Стандартный тариф укропочкой он висит на сайте укропочкой. Он абсолютно прозрачно прописан, четко сформулирован. Есть на посылке, есть на бандероли, и есть на бандероли. У нас скидочная система, она возможна, она четко регламентирована, но просчитывается индивидуально от каждого из клиентов. То есть если вы отправляете вы отправляете расчет какую скидку мы можем сделать. Примерно 5% от тарифа мы можем предоставить от скидку скидку вы отправляете мелких пакетов квартал ключевой момент на скидку то есть вы в начале квартала заявляете свой объем мы вам сразу выдаем скидку и с этим тарифом живете целый квартал. В конце квартала делается пересчет если был недобор этой скидки то есть вы не выполнили обязательства а мы вам выдали скидку то бухгалтерия выставляет от скидки и вы пересчитываетесь к следующему нижему порогу по скидке то есть если там было 10% то станет например 8 или с 8 на 5 из вас получается если вы работаете с мелкими пакетами то если отправляете на 50 тысяч гривен плюс в квартал то есть по факту это 16 тысяч гривен в месяц лишь как я пересчитывала в бандероле по 1 килограмму 53 бандероли ну 53 мелких пакета если делаете 53 мелких пакетов в месяц можете уже обратиться к нам и вы получите дополнительную скидку если вы отправляете посылки по 20 килограмм то я пересчитывала стоимость процентной скидки если вы делаете примерно 15-17 посылок по 20 килограмм либо в этом диапазоне то вы тоже можете передавать уже на скидку эти цифры я привожу чтобы вы просто понимали на каком уровне может быть лишняя политика скидки обязательным условием предоставления скидки есть заключение договора мы как государственное предприятие находимся на том уровне где мы сейчас предоставляем клиентам юрлицам мы идем к тому что мы когда-то научимся юридически в первую очередь и с точки зрения учета и бухгалтерии предоставлять эти скидки и длиться розничному бизнесу но об этом попозже и мы не предоставляем скидки на оплату марками почтовых объясню почему потому что почтовые марки это денежные знаки на денежные знаки по закону Украины мы не можем предоставлять мы не можем на денежный знак в 2 гривны дать еще скидки вот такая у нас такая вещь на марки не распространяется МДС поэтому если вы используете способ пересылки с то что вы не марками например письма либо бандероли то у вас МДС и у вас тоже интересный дарит вот это вкратце что я могла рассказать давайте перейдем наверное к вашим вопросам давайте взрыв мозга у людей сейчас остынут они немножко ровно час я в шоке вы про Россию ничего не можете рассказать про нашу почту хоть какую-то информацию я не знаю на нас никто не выходит вывести ничего не можем как она работает я не знаю получить посылку мне надо в отделении почты моей личной минимум час отстоять то есть просто пойти посылку с алиэкспресса взять или документы подать или почту не дай бог кто-нибудь в этом отделении еще какие-нибудь письма бухгалтерии какие-нибудь там я не знаю эти страшные письма с уведомлением без уведомления человек приходит 500 писем положит на стол и все то есть можно сворачивать с веслой уходить домой я не знаю как вообще все это работать я не понимаю ну смотрите вкратце скажу по почте России было бы неплохо если бы у нас какие-то политические сейчас ну это понятно сейчас уже ладно были сделать хороший канал Украина-Россия но сейчас просто мы работаем просто в стандартном режиме потому что и Российский Почток и Кухнин являются членами Всемирного Почтового Союза и мы обмениваемся по общим стандартам все понял ну короче у нас работа приятно было вас послушать с одним словом так давайте я снизу начну так ребят сейчас сильно не заваливайте вопросы будем постепенно набирать а вы можете открыть сейчас Фейсбук и в Фейсбуке в принципе если вам комфортнее читать самому самой точнее смотрите какие вам вопросы интересны давайте на них отвечать я могу ответить на любые вопросы вот у нас Артем начинает вот у нас большой вопрос из Украины прямо на склады Амазона почта доставляет вопрос смотри хороший вопрос мы доставляем на любой физический адрес если у склада Амазона есть индекс то мы туда доставляем по поводу тоже важный момент еще вопрос смотрите какой вопрос подвох я знаю про Россию что у нас раньше можно было отправлять теперь то есть как частный груз теперь если стоит пометка Амазон вроде как это коммерческий теперь через таможню любая сумма даже до вот этих смешных объемов 20 килограмм вот в чем давайте расскажу в чем вопрос у нас таможня слава богу еще не научилась идентифицировать а мы все посылки с точки зрения у нас в некоторых обслуживаниях напрочь отказываются принимать амазоновские лейблы когда они приклеены на упаковку ну буквально этот вопрос стал очень сильно популярным в последнее время и мы вот сейчас договорились на следующей планетке заместителям директоров по сети в каждой области выдать специальное распоряжение чтобы они провели работу разъяснительную на своих облаках и сказали что можно принимать эти лейблы то есть их нельзя клеить на лицевую часть посылки где есть почтовые ярлыки и почтовые отметки потому что на самом деле когда идет саптатров могут или еще какие-то другие операции неправильно трактовать но можно клеить на боковые стенки отправления мне кажется что это хороший выход и для амазона и для укрпочты то есть просто вы хотите в любом количестве если не дай бог на каком-то отделении у вас не примут лейбл амазона пожалуйста напишите мне либо звоните на горячую линию укрпочты и они сотрудники укрпочты сделают это не из-за вредности они сделают потому что они просто боятся и перестраховываются что на них кто-то там сверху будут писать какие-то препятствии что они приняли что-то раньше работал поэтому мы постепенно обучаем у нас на самом деле 36 тысяч операторов которые работают на фронте с людьми и обучить такое количество людей по всей стране у нас написали программу обучения мы им выдали такую программку они там смотрят разные ситуации имитированные как обслуживать потребителем но далеко не от всех операторов можно достучаться сам поэтому будем решать вопрос по факту понятно у амазона тоже есть свои правила нельзя на швы клеить на углы и так далее то есть я думаю на полную всю сторону нормально наклеить то есть смысл такой чтобы наклеили там где не было ваших лейблов вот и все шепутницы не было потому что оборудование считывает автоматически так понимать как определить стоимость где можно вообще вот человек как определить стоимость на продукцию то есть там же есть я так понимаю зависимость от самого продукта что отправляется и плюс соответственно вес и габариты вот эти где вот эту таблицу взять смотрите если я поняла этот вопрос есть стоимость товара а есть стоимость пересылки стоимость пересылки легко определить на сайте Укрпочта В правом углу в функциональном меню есть калькулятор, он самый подсвеченный, вы заходите в калькулятор и выбираете категорию, что это международная доставка, сколько это килограмм, и выбираете сервис, который вам ответит. Курьерский забор, мы можем забрать вашу международную посылку у вас на дому, мы можем там сделать пометку вручить особо в руки, мы это вручим, мы заберем дополнительную денежку и вручим в США особо в руки, есть калькулятор, вы можете сами посчитать отдельно вот листом написанные эти три, не проблема. Все понятно, ищите калькулятор, разберетесь, если что, опять же, в горячую линию. Так, вопрос уже конкретно по США, расскажите, пожалуйста, о наземной доставке в США. О, это мое счастье, на самом деле наземная доставка в США, это что-то нечто, честно говоря, потому что она идет 45-60 дней, мы как бы этого не скрываем, и я вижу, ну, наземная доставка в США в мин. 4% в общем обороте посылок в США и вообще всех отправлений, потому что она действительно очень долгая. Так устроен оперативный путь, что она идет сначала, она идет во Львов, потом со Львова она идет, там, Котша, Германия, другие страны, и потом уже уходит на территорию США разными путями, иногда это, там, море, иногда самолет неприоритетный, вот, ну, как бы, посадка на самолет, поэтому она в среднем ходит 45 дней, 50-60, бывает 30, ну, как бы, как повезет. Я и мы ее в Укрпочте лично не рекомендуем использовать наземную доставку в США, мы рекомендуем использовать авиадоставку, и из последнего, как мы видим, там, где новости последнего дня, мы авиадоставку на США понизили на мин. 25% для больших килограммов от 10 до 30, для того, чтобы стимулировать больше использования именно авиаформата доставки, и сделать его еще более, там, удобным, экономически выгодным. Наземная доставка – это мы на сегодняшний момент, ну, как бы, знаете, укрпочных, реформа укрпочных – это пунктов административного обслуживания. Нельзя такую огромную структуру с ее маршрутами оптимизировать за, там, полгода. Но мы можем сделать какие-то точечные, фокусные вещи. Вот у нас какая-то структура в США, эта фокусная вещь, она под контролем. Мы ее чуть ли не каждый день контролируем, то есть у нас идут отчеты, замеры, и мы видим, если есть какие-то сборы и проблемы. Наземный пункт, поскольку нам выполняют его в Укрпочке, очень подрядный, то есть оно вышло со Львова, и дальше оно уже там, Почта Германии занимается этим направлением. И там очень сложно операторов контролировать эту транзитную почту. Поэтому наземную, вот мы не скрываем этого факта, что наземная доставка – это не самый лучший вариант доставки в США. Так, следующий вопрос. Укрпочта сделала фунт самооформление накладных? Вот личный кабинет, я рассказала, что в сентябре месяц, и я надеюсь, там, со сентября появится, личный кабинет, где весь функционал был собран воедино. Понятно. Следующий. Опять же, вопрос задаем по поводу жидкости. Расскажите, пожалуйста, то есть как вот с доставками, вот таких вот специфических, какие есть вообще специфические такие вот? Смотрите, по жидкостям, я рекомендую смотреть в контексте каждой страны, то есть вы сами можете посмотреть запрещены, либо не запрещены жидкости по ту страну. То есть есть там целый перечень жидкостей, которые не просто можно привозить, и нужно просто смотреть отдельно, выбрать, какая жидкость и какая страна. Ну, предположим, вот у нас просто, я знаю, что это за товар. Предположим, это у нас масла какие-то, и это США. Смотрите, если я там, ну, я не таможенный брокер, и мне сложно сейчас... Я понял, понял. Нет, нет. Если я просто говорю, вы мне сказали примерно, ну, вот, например, примерно такой товар. Потому что я знаю многие товары, какие популярны Украины возят на США, и за это вот я и спрашиваю. Смотрите, по жидкостям могу попросить нашу просьбу написать какую-то заметку по этому вопросу, и выложим вас в группе, если есть интерес и спрос на эту тему. Просто первый раз, ну, там, за последнее время встречаю вопрос по жидкостям. Я к вам отправлю человека, своего напарника, он как раз просто это и задает вопрос. Так, я понял. Идем в следующий вопрос. Я, да, я вам конкретно буду потом подкидывать, такие интересные. Я думаю, ко мне многие сейчас обратятся, начнут вот это вот, как посреднику скидывать, если напрямую не получишь связаться. Так, Артем спрашивает. Так, да, он мне предложил, переезжай в Украину. Я даже не знаю, как сказать, что тут сказать. У нас и здесь вроде... Да, мы как... Я даже не знаю, мне кажется, в идеале надо жить не там, где, я не знаю, не должно быть границ просто. Какая разница? То есть вот это самое классное, когда нет этих ограничений дурацких. Надеюсь, скоро закончится беспредел. Так, 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 я тут... Так, значит, а следующий, значит, у нас Владислав спрашивает. Юлия, добрый вечер. Вы говорили, что при отправке от физлица украинской таможны формирует реестр по отправителю. Можно подробнее об этом? Еще раз скажите, что формирует украинская таможня? По отправителю. Вы говорили, что при отправке от физлица украинской таможны формирует реестр по отправителю. Как раз о чем мы говорили. То есть смотрит не на Амазон, куда отправляет, а именно кто отправляет, физлица или юрлицо, я так понимаю. Так, Андрей, давайте больше комментарий. На сегодняшний момент украинская таможня, с точки зрения IT, она минимально развита. То есть она проводит физический досмотр. То есть физически приезжают грузы, они досматривают физически. И для почтового формата, в отличие от экспресс-формата и от фрактовой логистики, для почтового формата не формируются полные реестры. Реестр вот этот не формируется полный. Нигде ваши все посылки не фиксируются в каком-то одном реестре. Их досматривают просто, вот каждое отправление вот так берут и смотрят. Окей, это, не знаю, проходит, не проходит, лимит вывоза из Украины. И все равно, куда вы отправляете. На Амазон, на еще какую-то компанию. Абсолютно без разницы. То есть сейчас нет какого-то автоматизации этого процесса. Ну, коротко прокомментирую. Так будет не долго, и примерно через два года СМП союз обязывает все почты перейти на регистрирование всех отправлений. Поэтому через два года будут реестры. Все понятно. Два года есть. Время нарабатывания начального капитала. Так, значит. Андрей спрашивает. Какой максимальный вес одного отправления физлицом? Ну и юрлицом, я думаю, тоже. Смотрите, максимальный вес, я вам говорила, в контексте каждой страны. То есть в справочнике запрещенных товаров, вы куда выбираете, по каждой стране есть свой максимальный вес. В среднем, это 50 килограмм. Но есть страны, лентяне, которые принимают только 20 килограмм. Например, Польша. И есть страны, которые принимают больше килограмм. Например, Азербайджан. 50 килограмм могут максимально принять. Все понятно. Так что пересмотрите еще раз. Целый час ликбеза. Вот. И вычеркните максимум информации. Просто надо медленным, замедленным, по-медленным раз и записывать. Так. Значит. Идем дальше. Что-то у нас интересно. Так, ссылочки пошли. Ну вот. Дмитрия спрашивает. 10 тысяч евро за каждый период? Какой период, не знаю. Если я его правильно поняла, то он может быть в Кодекс Украины. Где-то я распечатку специально оставила, чтобы вам рассказать. Смотрите, от одного конкретика в одной депеши почтовой должно идти не больше 10 тысяч евро. Что это означает? Что такое депеши? Депеши – это сконсолидированная партия посылок. Вот мы на сцене каждый день сконируем 10 депеш, например. Или 11 депеш. То есть это какое-то количество отправлений, которым мы отправляем. То есть, ну иногда бывают страны, куда мы мало отправляем. То есть физически мало. Вот это Киргизстан. И мы каждый день отгружаем грузы на авиадостатку Киргизстана, например, через день, либо один раз в среднее. То тогда депеши за три дня. Но по хорошему счету получается в один день до 10 тысяч евро. Либо от них отправлений, либо много отправлений от одного физлица. Понятно. Теперь наш Александр. Я вам проскину. Смотрите, по поводу, чтобы не было там разногласий по этому вопросу. Замечательная статья представителя фискальной службы Украины. Есть у них официальное издание, называется «Фискальный вестник». Я вам скину всем ссылку. Вы прочитайте эту статью. Да, очень интересно. Что, а как начисляется. Супер. Так, пошли дальше. Александр спрашивает. Отправил на почту коробку с товаром на 302 грамма. Почему на почту отправили сотрудники мелким пакетом, а не бандеролем? Бандеролем стоимость дешевле. Смотрите, по поводу мелких пакетов бандероли. Так сложилось исторически, что в Укрпочте два похожих продукта, мелкие пакеты бандероли. Бандероли, вообще изначально исторически бандероли предусматривались только печатные продукции. И раньше в Укрпочте был приказ о том, что только печатные продукции можно вкладывать в бандерол. Сейчас, поскольку мир начал развиваться, и товарные вложения тоже принимаются в бандероли. И вы имеете возможность отправить и товар в бандероли. Это ваше продукт. Прокладывание на предоставление услуг, это тоже прописано. Но есть дополнительный продукт, мелкий пакет, который тоже пересылает товарные вложения. И этот пакет более популярный, и он лучше в использовании, поэтому часть операторов, его выбирают чаще люди, и автоматически, получается, сотрудники оформляют его объемки в пакет. Втюхали, короче. Это частный случай, и я думаю, что, ну как бы, можете на самом отделении просто проговорить, я хочу бандероли. Хочу подешевше, короче. Вот, втюхали. Значит, просто у нас, я лично присутствовал на почте, сказали, кончились, короткие, будете пакеты брать. Или наоборот, не помню. Ну, смысл такой. Все тривиально и просто. Так, Александр спрашивает опять. По ссылке до 30 килограммов товара на Амазон от физлицам проходит простое таможенное оформление. С оформлением на почте бланка, или нужно дополнительно какие-то бумаги оформлять до таможни. Повторюсь еще раз. Смотрите, если это до 10 тысяч евро, вы просто у себя дома, либо на почте, заполняйте CN23, почтовую декларацию. Я вам сброшу еще ссылку, как она выглядит для тех, кто не знает. Да, вы ни о чем нам не говорите. CN23, хоть 24. Разницы никакой. Вот. Они, то есть вы его заполняете и больше никаких документов нет. Возможно, у таможенной службы Украины возникнут вопросы конкретно вашего груза, стоимость вашего груза. Вот такие случаи бывают редко, честно говоря. Они могут обратиться назад, ну, к вам, как отправитель, и запросить дополнительные документы. Но это было так редко, что можно этим запросить полностью оставлять. А какие они могут запросить документы гипотетически? Подтверждение чека, инвойс, например, какой-то контракт, если вы производите… Накладная, накладная там и все остальное. Ну, то есть стандартные документы. Да. Которая может подтвердить стоимость. Ну, да. Печать синюю поставил на накладной и привет. И товар на кассу и чек какой-нибудь. Система понятна. Везде одно и то же. Так, а у них там инвойс называется, по-модному все. Так, вопросы кончились? Больше никому не интересно? Замечательно. Тогда смотрите, у меня короткое объявление, да. Смотрите, мы хотим активно общаться с нашими клиентами. И я думаю, что вот и фейсбук, и такие группы – это достаточно хороший продуктивный инструмент для общения. Поэтому вы можете меня находить все в фейсбуке. И если у вас есть какие-то вопросы, задавайте мне лично, либо через группу. Но так хотела бы организовать этот уже поток вопросов, какие-то ключевые месседжи. У меня сейчас есть несколько групп, в которых я буду активно вести просветительскую деятельность. Одна из них – это твой вид в бизнес-найдинге, там где хинмейдом торгует. Ну, к тому же меня все знают давным-давно. Вот сейчас мы дошли руки до Амазона. Будем, наверное, с Денисом вместе тоже очень часто что-то писать про Укрпочту. Поэтому я готова писать какие-то большие посты на темы, их размещать, и дальше вы будете их комментировать. Иногда я готова отвечать на ваши горящие вопросы в произвольной форме, но тоже, как хотелось сказать, имейте совесть и не пишите мне в 0-0 часов или в 8 часов утра в субботу. А так обычно я отвечаю достаточно быстро и на все вопросы. Ну, замечательно, я думаю, формат, знаете, какой? Делать посты, накапливать вопросы. И вы, например, пост собрали, накапливаем вопросы. Будем, например, проводить там раз в месяц. Вот такой вот. И отвечать, например, на вопрос. Если есть такое желание, я думаю, будет всем полезно. И люди, сталкиваясь с этим проблемой, будем их просто систематизировать и вот таким макаром двигаться. Мне кажется, это будет, ну, по крайней мере, для группы очень полезно. Смотрите, как вам будет удобно. Хорошо. Попробуйте доставку, вот, ну, если у вас есть вопросы с доставкой, то попробуйте, давайте нам обратную связь. Мы делаем очень много, чтобы становиться лучше. Обратную связь вот уже пишут. На вашем мероприятии были, очень были довольны. В Одессе были. Александр, как раз. В Одессе было очень холодно в зале, я сама недовольна. А вообще в Киеве... А, кстати, ребят, смотрите, что я хочу сделать еще. Где-то в сентябре, в конце сентября, в начале октября мы хотим повторить тот похожий формат мероприятий, как было там ранее, перед Новым годом. Мы хотели бы там собрать оффлайн людей и пригласить бесплатное мероприятие, где люди, как экспортеры, как и вы, будут рассказывать и делиться своим опытом. Поэтому, когда у меня будет анонс даты, то я вам сообщу. И смотрите, в следующий вторник, это не связано с Амазоном, Казахстан. Казахстан на минуточку, третья страна по экспорту. То есть сначала США, потом Россия, потом Казахстан. И приезжает несколько людей из Паспочты и из других торговых площадок, и мы в Киеве делаем оффлайн мероприятие. Будет видеотрансляция этого мероприятия, ну как бы, вы сможете посмотреть, кому интересен Казахстан. Хороший рынок, очень много денег можно продавать. Так, значит, Дмитро просит, умоляет просто, ну и я, в принципе, тоже присоединяюсь к нему, сделать отдельную встречу конкретно по США. То есть все какие вот нюансы есть, может быть, просто подготовить к этому и вот именно рассказать вообще как можно. То есть основная масса вот здесь присутствует, но основная масса, это работа, это именно США. Немножко с Европы. С Европы есть ограничения определенные. В первую очередь то, что надо организовывать для нежителей Евросоюза, юридическое лицо, плюс там система с налогообложениями и так далее. То есть первоначальный вход в этот рынок, ну достаточно сложный. Вот. И да, есть, конечно, производители там, кто давно этим занимается. Они работают нормально с Европы. Но здесь очень многие, вообще никогда и коммерсом не занимались. То есть начинаем практически с нуля. Вот. Жень заставилась. И, соответственно, Америка как бы самый легкий вход в рынок. И здесь нам было бы интересно, вот какие-то, может быть, нюансы по всяким моментам, связанным с США именно. Давайте, ну, я подготовлю больше информации конкретно по США и мы выйдем с вами где-то на связь через две недели и сможем сделать какую-то тему. Потом в США я могу взять там таможенного брокера, с собой вместе ответим на ваши вопросы. Да, отлично. Ну, то есть, смотрите, просто проблема с США, она больше в таможенной плоскости. Именно в почте США. То есть по нашей таможне могу вам рассказать, тут нет вопросов. Есть только ограничения уже на таможне США и вот скорее всего у ребят вопросы, связанные с этим. Да, потому что у нас получается, Жен, помимо всего прочего, у нас есть разные типы товаров, номер один, сроки доставки и разные объемы товаров. То есть одно дело мы 30-килограммовыми товарами возим, другое дело мы возим вагонами, а третий возим двумя палетами. И вот чаще всего те люди, которые уже переходят именно вот этот средний бизнес небольшой, неважно хендмейта сами они делают или у них какой-то малый предприятий, как раз они возят один, два, три палетки, ну, например, за поставку. И получается, они не в большую посылку, не в маленькую посылочку влезть не могут, потому что сколько же надо частных лиц, чтобы это все сформировать, 4 там палета, например, и не могут так же делать, например, брать много юристов, там таможки, растаможки и, например, как вагонами огромные компании возят. То есть получается, вот этот средний бизнес как раз он больше всего и страдает. Они вроде и производители, вроде много чего могут сделать, а выйти им сложно. И вот в этом нужна помощь очень многим. Я знаю, именно поэтому мы начали такой формат в скалописи, но я просто хочу подчеркнуть, что мы можем максимально в одной коробке перевозить до 30 килограмм. Мы, к сожалению, не являемся фрактовым перевозчиком и мы не работаем в формате грузовой логистики. То есть мы не можем тамаживать палеты, мы не можем там, не знаю, оформлять грузовые декларации. Просто это другого типа таможни. У нас таможня, она почтовая. У нас свои выделенные пункты и таможенная служба Украины приходит на почту оформлять ваши грузы. У нас 4 таких таможенных пункта. Основной в Киеве еще есть Одесса, Львов и Чок. Это западная Украина. Поэтому вот только в посылочном формате могут все просто... Все, ну вот теперь как раз, я этого не знал, как раз теперь и это знаю. Потому что я думаю, что у вас, то и у нас по большому счету. Ну, такие вот нюансы. Интересно. Так, вопрос еще. Ну, вопросов в принципе нет. Я думаю, вы так сильно народ загрузили информацию, они даже это боятся спросить, потому что-то пропустили, может быть, в том монологе, который у нас был. Надо, мне кажется, пересмотреть и как раз подготовить вопросы. Так. Хорошо. Я вам больше все ссылки. Вы посмотрите, еще дома почитайте, будет интересно. Будут вопросы, задавайте. Я надеюсь, всем было полезно. Мне было приятно сегодня с вами поговорить. Хотя, ну, я хотела бы, чтобы вы мне давали тоже, как вам все вопросы. Ну, потренируемся еще. Я боюсь, вас загрузят теперь эту самую гличку. Так что не переживайте. Не переживайте. После группы «Сотвори свой бизнес» на «Инце» ничего страшнее придумать нельзя. Все ясно, все ясно. Так что закаленный боец. Было очень приятно. Мне тоже информации очень много. Так что будем двигаться дальше. Ну и до новых встреч, я так понимаю. До свидания. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok